Значит, у меня сегодня будет небольшой в этот раз доклад про ТАХО. Небольшой, потому что, ну, статья называется «Обзор логического реализма», «Survey of Logical Realism». Ну, это действительно обзор. Небольшая, потому что, и в том числе еще потому, что, в общем-то, мы чуть ли не половину этой статьи мы уже разбирали. Особенно ТАХО останавливается на Шер и Макс Винни. И у него как-то, ну, важные моменты такие именно с этими двумя авторами связаны. Поэтому я не буду особо подробно пересказывать снова Шер и Макс Винни. Мы их, в принципе, уже разобрали. И по этой же причине я решил никаких презентаций не делать. Ну, потому что здесь просто реально будет такой обзор, по сути, напоминание всего того, что мы уже разобрали и постановка каких-то других следующих проблем. Ну, значит, в статье все начинается с того, а что такое вообще логический реализм. И вообще вот реализм в отношении логики – это как бы как его понимать. Ну, понятное дело, есть разновидности метафизического реализма в отношении логики, когда мы считаем, что логические объекты – это прям какие-то универсальные вот эти вот сущности, и логика именно их изучает. Но это взгляд не максимально широкий. Есть логический реализм в отношении этих самых носителей истинности, как вот Рассел, когда рассматривала их в своей статье, пыталась найти такие. То есть она пыталась найти в мире что-то, что является носителем истинности для логики. Это все узкие взгляды. Самый широкий взгляд заключается в том, что логический реализм – это позиция, в соответствии с которой логика изучает что-то, что независимо от языка и независимо от нашего ментального, ну, от слова mind, как мы знаем, со словом mind в русском языке все плохо. Можно сказать, что независимо от сознания, но, опять же, вот эта некая двусмысленность mind, она может помешать пониманию. То есть, короче говоря, логика изучает какие-то штуки, которые не зависят от того, что мы как бы делаем в рамках языка и то, как мы этот самый мир видим. Вот. И как раз он здесь упоминает о том, что вообще одна из самых первых проблем, которые возникают с этой позицией, с логическим реализмом – это проблема манизма и плюрализма в отношении логики. Ну, то есть, о чем идет речь? Вот есть у нас, ну, как бы кто будет против идеи, наверное, так, на первый взгляд, против идеи логического реализма. Логический реализм – это же, ну, замечательно. Вот у нас есть наука, логика, она изучает реальные какие-то логические вещи. Но потом мы смотрим на саму науку логики и обнаруживаем, что там есть разные логики, которые, ну, даже на уровне своих каких-то элементарных законов и на уровне своих примитивов, они очень сильно отличаются друг от друга. И вот у нас есть такая проблема. Если у нас какая-то одна настоящая логика, а все остальные – это как бы от нее какие-то отклонения, какие-то наши интерпретации, наши инструменты для чего-то, либо же логик как бы несколько самых настоящих. Это действительно проблема, которая, ну, так сходу ее, конечно, не решить. Два взгляда таких существует. И, в общем, Тахо, конечно, не говорит о том, какая из этих позиций правильная. Он скорее упоминает, что, в общем-то, с плюрализмом больше всего проблем на самом деле. Потому что даже если мы допускаем логический плюрализм, нам нужно разобраться, как вот эти вот наши логики, которые в плюрализме находятся, а как они, в каких они отношениях друг с другом находятся. То есть, опять же, является ли какая-то из этих логик в рамках нашего множества логик более правильной или нет. Это, опять же, важная, но по большей части постановка проблемы, он ее будет разбирать чуть позже. А пока он дает базовое определение в самом начале во введении логических фактов и того, что эти логические факты независимы от языка и ментального. То есть, они объективны, а логические факты – это вот то, что как раз логика говорит о каких-то о чем-то условно. То есть, вот Тахо потом будет рассказывать о том, о чем же все-таки говорит логика, об объектах или о структурах. Но пока тут суть в том, что вот некие объективные штуки у нас есть в рамках логического реализма. Вот. И Тахо отмечает, что литература по логическому плюрализму, она очень массивная, обширная, и поэтому полный обзор дать невозможно. И в рамках этой работы его цель немножко другая. Но вот он останавливается на позиции, которые ему кажутся интересны. А мне, кстати, тоже она показалась довольно интересной. Это позиция Эклунда, и его позиция называется «goodness pluralism». Не уверен, как красиво перевести на русский язык, поэтому по-английски. Пусть пока остается, может быть, у вас есть какие-нибудь идеи. Суть этой позиции в том, что есть некоторая цель, не совсем до конца определяемая. И вот в соответствии с этой целью разные языки могут этой цели служить по-разному. Могут по-разному эту цель выполнять, достигать. И эта цель еще называется привилегированной целью. И вот смысл в чем? То есть в рамках нашего логического плюрализма, получается, есть логики, которые этой цели служат хорошо, а есть логики, которые этой цели служат плохо. И вот он говорит, что проблема как раз в том, что определить, что это за цель такая. И вот есть такое примечание, что, например, для логического реалиста такая цель будет содержать некую компоненту реалиста. То есть для логического реалиста вот эта вот цель, которой должны служить все логики, это схватывать вот это вот что-то реалистическое. Ну, достаточно релятивистская на самом деле позиция получается, потому что, ну, эта цель, так как нет ее четкого понимания определения, можно ее по-разному определять. Ну, вообще, как бы вот как-то так. То есть этот взгляд, он хотя бы, он не дает четкого ответа, но и так сразу его сходу и не опровергнут. Вот. Далее, ну, то есть он как бы останавливается на этом взгляде Эклунда, просто как бы его упоминая, и говорит о том, что, да, тут есть как бы затруднения сразу же, которые возникают, но говорит, что давайте мы оставим их пока в стороне и разберем концепции Шер и Мэдди. Мэдди мы, по-моему, не читали, а вот Шер читали. И вот эту попробуем самую цель найти, определить, какие здесь вообще проекты существуют. Ну, для начала, опять же, он обосновывает, почему вообще интересна проблема логического реализма. Проблема логического реализма интересна, потому что она связана с основаниями или фундированием логики. Эта проблема поднималась огромным количеством авторов в прошлом. Он упоминает Бальцанов, Регги, Рассел, Аттарского, Виннгенштейна и даже Куайна. Ну, я думаю, что и в более далеком прошлом можно найти философов, которые всерьез занимались вопросом о том, а что же у нас с основаниями логики того же самого Лейбница можно вспомнить. Ну, насчет схоластов не знаю. Ну, может быть, тоже их можно сюда притянуть. То есть вообще эта проблема, она интересна. И он отмечает, что вот Шер определяет, использует для определения этой самой проблемы термин veridicality of logic. Ну, правдоподобность, что ли, логики, реальность логики. Вот. В чем это, собственно говоря, проблема? Здесь приводится цитата из Шер, которая звучит следующим образом. Большинство современных философов убеждены, что теоретические основания логики, а в особенности основанные на ее правдивости, правдоподобности, невозможны. То есть логика, она как бы у нас безоснованная получается. Или, во всяком случае, не совсем понятно, на чем она основана. И здесь как бы существует... Это не очень хорошее, понятное дело, для логического реалиста идея. Ну, логический реалист считает, что логика как раз изучает мир, она основана на мире. А вот это вот не очень подходит. Ну, здесь некоторый вопрос у нас возникает. Как тогда быть? И вот Тахо приводит в пример того, как быть, позиции идеалитистов. Есть метафизические идеалитисты, а есть семантические идеалитисты. И они достаточно сильно отличаются. Метафизический идеалитизм я, кстати, не очень понял. Вот. У меня это вопрос такой возник. Как он вообще работает и живет? Его, как Тахо здесь приводит цитату, метафизические идеалитисты считают, что есть аспекты мира или некоторого возможного мира, для которых любая точная дискрипция будет содержать истинное противоречие. Не совсем понятно, о чем речь. Вот. И асемантические идеалитисты, с другой стороны, считают, что всегда возможно описать, выдать дискрипцию этих самых аспектов мира, используя разные словари. Ну, по сути, имеется в виду, что разные языки можно использовать для описания одного и того же, и мы при этом не будем терять аккуратности, точности в этих самых наших описаниях. Тахо отмечает, что семантический идеалитизм на самом деле достаточно хорошо принимается, хотя в его случае, конечно, возникают проблемы достаточно большие. Он немножко их потом разберет, я их упомяну. Но метафизический идеалитизм намного более сильная позиция, при этом еще и более противоречивая. Вот. Он тут упоминает Грэма Приста, который придерживался позиции метафизического идеалитизма. И, ну, в общем, там огромное количество каких-то проблем. Он здесь их так вкрасно упоминает, и не совсем понятно, опять же, о чем у них речь. Может быть, потом имеет смысл что-нибудь прочитать по этот самый идеалитизм. Потому что, как я уже сказал, я не очень понял, в чем этот метафизический идеалитизм состоит, и в чем его проблемы, поэтому не буду вам даже об этом рассказывать, пытаться, потому что, опять же, не понял. Вот. Но проблема состоит в итоге в том, что вот у нас есть логика, и с точки зрения логического реалиста она должна где-то как-то фундироваться, на чем-то основываться. Ну, и он вот вспоминает проект Шер, основывается на его цитате, вот цитате, на ее цитате, и говорит, что, ну, вот логика, она как бы с одной стороны фундирована миром, потому что она все-таки предполагается, что она описывает некоторые реальные объекты, реальные даже, ну, в кавычках, опять же, уж как приводится. Вот. А с другой стороны, логика фундирована, основана на нашем ментальном. Ну, потому что она у нас в мозге происходит, вероятно. Вот. Ну, суть в чем? Вот как раз нас интересует этот самый мир, и нам интересно узнать, что в этом собственном мире есть с точки зрения формальной структуры этого мира. То есть что это вообще за логическая формальная структура, которой все объекты в мире, так получается, должны соответствовать, и вот логика якобы ее и изучает. Это, ну, такой вопрос. И вот, как бы, чтобы привести один из примеров, а что это вообще такое, и еще другие проблемы развить, Тахо пересказывает, ну, не пересказывает, а приводит обзор концепции Мэдди натурализма о логике. И что это вообще такое? Мэдди исходит из разбора позиций Фредди в отношении логики. Ну, как мы знаем, Фредди был логическим реалистом, но в его логическом реализме были некоторые, ну, затруднения для современного такого понимания. То есть, ну, не то чтобы затруднения, просто некоторые, то, что не очень хотелось бы принимать. В каком смысле? У Фредди был такой платонизм в отношении логических всяких штук. Они у него находились в мире, вот этом вот как бы идеальном мире, по сути, Платора. Ну, у Фредди, конечно, этот идеальный мир не совсем идеален, и не совсем платоновский, но суть в том, что там живет истина. И вот этой самой истине якобы все в мире должно соответствовать, и, собственно, логика в этом самом мире, логика как раз изучает то, что в этом самом мире происходит. Ну, и, собственно говоря, как отмечается, с этим взглядом есть довольно много проблем. Ну, например, одна из самых таких стандартных проблем, хотя мы уже очень много говорили про проблему платонизма в отношении математики, здесь проблемы те же самые. Почему, например, логика, изучая какой-то идеальный мир, почему она может применять истинное, полученное на основе этого идеального мира, к миру, который вокруг нас, который, как мы знаем, совсем не идеален? Непонятно. То есть применимость логики в таком случае вызывает некоторые вопросы. Мэдди в этом плане, исходя из позиции Фредди, она модернизирует эту самую позицию, и вот приводятся такие обобщенные виды ее взглядов. То есть первая позиция – логика, истина мира, потому что она соответствует каким-то структурам этого мира, его особенностям. А вторая позиция – человеческие существа, человеки верят или убеждены в логических истинах, потому что их наиболее примитивные когнитивные механизмы позволяют им заметить и репрезентировать такие особенности этого мира. И третье – человеческие существа так настроены когнитивно, потому что они живут в мире, который так структурирован физически. То есть получается такое некоторое триединство. Вот у нас есть логика, в соответствии с ней выстраивается физика, а мы как бы части этого мира, и мы его познаем, и мы вот видим, как физика работает, и на основе физики мы как бы видим логику, и вот как-то все это у нас не вызывает никаких проблем. Ну, с одной стороны, конечно, да, вот здесь тоже возникает большое количество всяких проблем, и одна из ключевых проблем – что, собственно говоря, составляет вот эту вот логическую структуру мира? Это факты какие-то логические, объекты, опять же, или структуры? Вот. И, как отмечает Таха, она, Мэдди, концентрируется на такой кантовской идее, кантовских категорий, на категории там объектов со свойствами, и тут, короче, вот всяких таких вещей. У меня даже есть понятие кантовско-фрэггевский мир, ну, вот в котором эти самые объекты со свойствами есть. Ну, опять же, здесь я даже не очень понимаю, о чем идет речь с точки зрения метафизики, то есть как это вообще работает. Если прямо как в Канда, то я понимаю. Если у нее есть какая-то своя идея, то я не понимаю, тут нужно именно ее читать, что она имела в виду, потому что так вкратце, ну, не очень понятно. Вот. Так. Ну вот, и еще отмечается, что вот эта идея Мэдди, вот этого вот самого единства физики, логики и нас, она включает в себя эмпирический элемент. То есть для того, чтобы человек был уверен в отношении некоторых логических истин, ему нужна вот эта самая, нужны вот эти самые данные внешнего мира, действия с этим самым внешним миром, познание физики там и так далее. Ну и вот отмечается, что есть три важных элемента ключевых в проекте Мэдди. Первый – это определение рундиментарной логики вот этого вот кантовско-фреггерского мира. Второе – демонстрация, что наши когнитивные механизмы позволяют нам определить и репрезентировать структуру этого кантовско-фреггерского мира. И третий пункт – продемонстрировать, что каузальная связь между этими когнитивными механизмами и кантовско-фреггерской структурой есть. Ну, короче говоря, полностью соответствует трем пунктам, которые я вначале называл, о том, что вообще как бы, в чем ее идея заключается. Опять же, отмечает так, что очень много есть у этого подхода челленджей, то есть есть еще, о чем работать, не совсем все понятно. Вот, в следующем параграфе он разбирает проблему логических констант и логической структуры мира. Здесь по большей части речь пройдет вначале про MaxVini как раз, и поэтому я по большей части этот пункт пропущу. Ну, здесь та же самая проблема возникает, которую мы уже рассматривали. Если логический реализм истинен, то, видимо, опять же, должна быть какая-то логическая вот эта самая структура мира, значит, должны быть какие-то логические примитивы, константы или хоть что-то, что является вот этим самым реально существующим в мире. Но если мы посмотрим на то, как работает логика, как наука, как работают логические теории, там все друг друга переводится. И вот мы возьмем, например, квантеры, квантер существования, квантер общности, они очень легко переводятся один в другой. То же самое, к слову, там, например, в модальной логике необходимость переводится в возможность, ну, через отрицание, естественно. Ну, потому что необходимость и возможность это, ну, такие квантеры по возможным мерам, то есть они похоже могут функционировать. И здесь возникает вопрос. Кванты общности переводятся в квантер существования, хотя вроде как нам очевидно, что это разные вещи, квантер общности и квантер существования. И тогда вопрос, какой из этих квантеров реально есть в мире? Какой из них более фундаментален? Ну, вечный вопрос. Что первичнее? Общность или существование? Непонятно, как на этот вопрос отвечать. А если мы можем ответить на этот вопрос, то один из них как бы привилегирован. Ну, если бы мы могли ответить на этот вопрос, было бы, может быть, не так уж и плохо, но для нас, опять же, очевидно, что они как бы равноправные, делают примерно одно и то же, и у нас нет никаких оснований утверждать, будто бы один из них более фундаментален. И если мы не можем, соответственно, определить, какой из этих квантеров более фундаментален, то это означает, что истинная логическая структура мира нам неизвестна. Мы не знаем, что там, общность или существование. Непонятно. Таким образом, вот этот самый вопрос фундаментального уровня, он достаточно серьезен. Как здесь Таха отвечает, что вообще есть подход, в соответствии с которым оба этих квантера могут считаться одинаково фундаментальными. Этот подход, вот как он отвечает, развивается многими исследователями, и здесь я тоже не знаю, как это перевести. Он называет, использует здесь через дефис слова joint carving. То есть, ну, как какое-то там, соединение чего-то там. Я не знаю, опять же, как по-русски правильно сказать. Вот. Это вопрос такой тоже достаточно серьезный. В том числе, для дальнейшего исследования. Вот. Он, опять же, приводит здесь много проблем. Но, опять же, для того, чтобы эти проблемы подробно разобрать, я думаю, что нужно именно читать тех, на кого он здесь ссылается, в соответствии с таким подходом. Другой проблемой он отмечает, что у нас вот есть два вида логического реализма. Есть реализм онтологический, а есть реализм идеологический. И в соответствии с этими двумя подходами разные следствия у нас выходят. С точки зрения онтологического реализма, мы в рамках нашей логики, мы ссылаемся, наши логические константы отсылают нас к конкретным индивидным сущностям, конкретным объектам. А с точки зрения идеологического реализма, логические константы, они синкто-героматические. То есть они не отсылают напрямую к объектам мира, они являются частью нашей идеологии относительно этого мира. Но при этом это все равно некая реальность такая. Здесь возникает важная проблема, ну, как возникает, она уже давно была поднята. Расселом и Гинштейном. Вот есть два высказывания, два утверждения. Первое. Факт F основан на фактах G и H. И второе высказывание. Факт F фундирован на факте, что G конъюнкция H. И вот какой из этих фактов более фундаментален? И на основании чего? Здесь, опять же, приводится много у Таха различных наметок для разбора этой проблемы. Но проблема на самом деле в чем состоит? С одной стороны, конъюнкция G и H основана на том, что есть два факта G и H. А с другой стороны, вроде бы это одно и то же. Если у нас в мире наличествует и G и H, то мы знаем, что в мире есть и конъюнкция G и H. И вот возникает вопрос, а конъюнкцию можно устранить или нельзя? Почему я вспомнил как раз Рассела и Гинштейна? Рассел в свой логический атомизм вводил логические связки и говорил, что логические связки между фактами есть. А Гинштейн их как раз убрал. И у него просто факты были. Без логических связок. Никаких конъюнкций в мире у Гинштейна не существовало. Ну вот, насколько я понимаю, в таком случае эта проблема, она никуда из философии логики не ушла. Она до сих пор у них осталась. Те, кто эту проблему анализирует. Так. И как раз на примере этого примера, извиняюсь за каламбур, он вводит противопоставление между двумя концепциями, двумя подходами. Один подход это реализм о логических константах, а второй подход это реализм о логической структуре. Реализм о логических константах говорит, что F конъюнкция G правильно интерпретируется, только если конъюнкция в дополнение к F и G часть ментального языка, ну, то есть независимой реальности и как бы они в мире присутствуют. А реализм в отношении логической структуры выскаживает, что F конъюнкция G может быть правильно проинтерпретирована. Если они часть ментального и языка, но вот этих самых логических констант напрямую они в мире как бы не присутствуют. У них нет определенного вот этого самого в мире какого-то наличия. Вот. И он отмечает, что это противопоставление очень сильно напоминает два проекта, которые предложил FINE. Это E-проект и D-проект. E-проект это от слова expression выражение и D-проект это от слова description. Значит, в чем разница между ними заключается? И проект это предполагает, что мы рассматриваем произношение, говорение чего-то о каких-то фундаментальных терминах и понятиях. А D-проект рассматривает дескрипции или описывание того, что можно вот этих самых фундаментальных терминах понять. То есть, с одной стороны, мы как бы то, что мы произносим, говорим, выражаем, а с другой стороны, как мы можем дать чему-то описание определенное. На самом деле, ну, здесь опять же, я думаю, что для более подробного разбора данного противопоставления имеет смысл самого FINE почитать, но противопоставление это тоже достаточно такое с точки зрения его следствий известно. Говоря о том же самом Фреде, вот, я так вспоминаю, ну, можно найти у него тоже идею вот этого самого противопоставления. Я немножко файно посмотрел, он там, по-моему, как раз тоже на Фреде немножко опирается, ссылается на него. Вот. Важное следствие из вот этих вот двух проектов, что с ними вообще происходит, это проблема отрицания. Для логического реализма проблема отрицания стоит отдельно, потому что отрицание очень важно для логики, вот, в частности, ну, там, логические связки друг к другу переводятся через отрицание, квантеры друг к другу переводятся через отрицание и так далее. Но не совсем понятно, как отрицание в мире существует, и существует ли вообще. Если отрицание в мире есть, то, ну, как бы, как оно живет? То есть, тогда получается, что у нас в мире все не просто дескриптивно, то есть, дескрипция, она же предполагает, что мы просто описываем какие-то факты и все, и отрицание какого-то факта, это, на самом деле, наличие противоположного факта, и, то есть, нигде их отрицаний в мире нет. А если отрицание все-таки есть, и оно активно в мире как-то активничает, работает, то, как это вообще происходит? Это достаточно сильно усложняет нам логическую структуру мира. И как раз здесь Тахо и пытается показать, что вот этот самый подход, что в дескриптивном подходе, с точки зрения дифундаменталов, у нас мы можем отказаться от отрицания в рамках реализма. То есть, ну, в смысле, не отказаться от него в рамках реализма полностью, а сказать, отказаться, что оно, ну, в мире его нет. В мире так как бы все нормально, никаких отрицаний там не существует, как раз в том духе, в котором я сейчас описал. То есть, в мире есть только позитивные факты, эти самые позитивные факты, они отрицаний никаких не содержат, это просто дескрипции, никаких негативных определений, ничего. Отрицания существуют в рамках и проекта, то есть, в том, как мы говорим. Ну, нам просто, видите, получается нам, когда мы говорим, что, например, когда мы говорим, что в этой комнате нет чего-то, ну, например, там, единорога того же самого, нам удобнее просто сказать, что в этой комнате нет единорога, нам не надо описывать все объекты, которые есть в этой комнате, для того, чтобы потом стало очевидно, что для единорога здесь нет места. Примерно так. То есть, нам просто удобно использовать отрицание в том, как мы говорим. Но с точки зрения дискрипции, с точки зрения реальной логической структуры мира, ну, просто есть вот эти самые факты мира, и среди них нет фактов, что в этой комнате есть единорог. Вот примерно такая идея. Это тоже мне напоминает то, что у Фрэгги было. У Фрэгги-то отрицание реально было, а Рассел в своей философии и логике пытался его убирать, и Вильгенштейн его потом полностью убрал. То есть, опять же, эти проблемы и раньше поднимались, просто в современности они, видимо, как-то по-другому немножко интерпретируются, усложняются, разбираются с других сторон. Ну, и в заключении он отмечает в своей работе, что вообще он, конечно, ну, как я понял, симпатизирует логическому реализму в отношении логической структуры мира. Но какие-то базовые вот эти вот логические структуры мира, ну, как бы нам нужно просто некоторое средство, инструмент для того, чтобы эти самые базовые логические структуры мира схватить. Вот, опять же, в заключении он про D-фундаменталы и про E-фундаменталы более так, ну, он немножко останавливается, но, опять же, это нужно конкретно самого Файна внимательно прочитать, потому что, ну, опять же, не совсем понятно. Вообще, вот такой у меня получился доклад-рассказ об этой статье. Ничего толком совсем не понятно, но обзор сделан. Вот. Ваши вопросы, если вдруг они есть. Я так понял, что все уснули от моей зажигательной речи. Правильно? Да, вроде все понятно. Доклад достаточно ясный получился. Ну, опять же, я опустил некоторые моменты, которые я не понял, а те моменты, которые я не понял, я не опустил, я честно сказал, что я не понял. Ну, надо действительно читать, потому что вкратце упоминают, и это нужно именно источники смотреть. Я немножко посмотрел, но не все успел. Вот. А там, на самом деле, довольно много и довольно сложно для меня, во всяком случае. А какая-то идея конструирования этой самой реальности присутствует в статье или нет? Это реально конструктивно или неконструктивно? Нет, реальность получается неконструктивная. Ну, на то это и логический реализм. То есть, есть некоторая логическая... Ну, с точки зрения Таха, как ему хотелось бы. Потому что, кстати, геологическая структура у мира некоторая есть. Просто она довольно сложная. И она так вот... Просто она не описывается в каких-то совсем простых вещах. Могу пояснить свою мысль. Ну, допустим, мне нравится считать, что всякий объект имеет структуру матрешки. И не найдется человека, который мне докажет, что всякий объект не имеет структуру матрешки. Матрешка ваша является носителем логической истины? Ну, естественно, я буду называть это логической реальностью. Всякий объект имеет структуру матрешки. Ну, сложно сказать. Я на самом деле не знаю, как вам ответить на этот вопрос с точки зрения Таха. Потому что, опять же, тут... Ну, по большей части обзор, да. И только вот в конце есть некоторые высказывания его симпатии. Поэтому, я не знаю, может быть, кто-то из других, кто прочитал, сможет лучше ответить на этот вопрос. А я что-то как-то затрудняюсь. Так. Может быть, в этом и смысл логической реальности. Мы мыслим так, как нам удобно мыслить. Это какая-то прагматика. Ну, я не думаю... Он даже упоминает там вначале, что логический реализм и вообще вот эту идею в отношении логических структур, ее нельзя сводить только к прагматике. Это слишком было бы нереалистично. То есть, речь идет все-таки о том, как нам вот эту логическую структуру определить так, чтобы она была именно независима от языка и сознания ментального. А прагматика, она все-таки зависит и от языка, и от ментального. Да, и от нас зависит. Ну, а что поделаешь, если мы вот такие маленькие, ограниченные? Неужто это семантика? Ну, опять же, отмечается, что семантический этот взгляд здесь не противоречит логическому реализму. Ну да, у нас просто дело в том, что прагматики разных людей, прагматики разных языков, они просто, если они эффективны, они соответствуют вот этой самой некой логической структуре. А если они неэффективны, то они этой логической структуре не соответствуют. Ну, это я уже немножко додумал насчет эффективности, он не упоминал про эффективность. Я так понимаю, что отчасти в этом дело. Ну, а эффективность – это уже прагматика. Ну, нет, понятное дело, что эффективность и неэффективность на уровне прагматики возникают. Но причина этой эффективности и неэффективности – это соответствие или несоответствие? То есть отсылают наши какие-то логические теории к реальным структурам мира логическим или не отсылают? всякая капля можно считать бесконечно но я не могу считать что всякая капля бесконечно когда я изучаю капли почему каждая капля бесконечно но кто-то сказал не помню турель не 100 ли кто точно не скажу во всякой капли там как бы заключен весь мир что-то я не могу так считать я желаю организовать свое познание использовать логику и так далее ну высказывание всякая капля бесконечно если она истина она очевидно не имеет ввиду что у капли нет границ потому что если можно сказать что есть капля то это некоторые объекты а значит можно отличить каплю от не капли значит у капли есть граница то есть очевидно высказывание у капли нет границ какая-то другая дискрипция то есть вот опять же различие между нашим выражением и дискрипции выразили мы конечно то что у капли нет границ но с точки зрения дискрипции здесь что-то другое должно а что это вот как вспоминайте кто-то сказал потому что я что-то не могу вспомнить сейчас тоже о ком речь. А может, Витгенштейн это сказал? Точно не припомню. Может, у Витгенштейна это даже. Так, ну ладно. Я нашел в поисковике, что это Некрасов. Некрасов? Ну, у Некрасова это точно есть стишки. Господи. А, хорошо. А Витгенштейн стал Некрасовым и так далее. Хорошо. А может, Достоевского? Так, ну пожалуйста, какие еще будут вопросы? Ранее Витгенштейн читал Некрасова, позднее Достоевского. Может и так. Твари, одражающие или индивидуальные языками?